На прошлой неделе положительно завершилась история с долгостроями ЖК Вега и ЖК Потапова. Их дольщики скоро получат ключи. После этого в Щелковском районе осталось два проблемных объекта строительства. Многострадальный Литвиного Сити и ЖК Горизонт в микрорайоне Чкаловский. Три многоквартирных дома в жилом комплексе Горизонт находятся в высокой степени готовности. Однако сейчас все работы остановлены, строительные бытовки опустили. Долг застройщика компании BusinessLand только по зарплате рабочим составляет более 7 миллионов рублей. Серьезная проблема в том, что на домах до сих пор не доделана кровля, из-за чего мокнут утеплитель, перекрытия, несущие стены. Администрация района в интересах дольщиков и инвесторов отслеживает финансово-хозяйственную и строительную деятельность застройщиков. Помогает при необходимости. В этот раз на еженедельном стройчасе отчитывался технический заказчик ЖК Горизонт. Нам бы желательно все-таки окончательное решение получить от инвестора-застройщика. Будет ли он переступать право на это строительство? Или все-таки достроит его сам? От переуступки прав застройщик категорически отказался. Заверил, что нашел инвестора. Оформляются документы для заключения договора. Частный инвестор, город Ковров, Владимирская область, выделяет 300 миллионов. Первый этап – 100 миллионов. Потом второй этап – тоже 100 миллионов. И после Нового года еще 100 миллионов. Через неделю мы начинаем активно работать. Активно начинаем. Две смены. Пока поверили, дали время. Тем не менее, администрация района готова начать поиск нового инвестора. Чтобы 700 дольщиков ЖК Горизонт как можно быстрее получили свои квартиры. Позиционируется тем, что деньги будут. И он имеет честь и достоинство, и уважение в микрорайоне Чикаловском. Для того, чтобы достроить этот комплекс. Мы ему дали шанс, чтобы он начать двух недель. Или нашел средства для достройки, или переступил права другому. Что касается ЖК Литвиново-Сити, то спасать безвозвратно проблемную, по выражению Алексея Валова, стройку вместо компании ГТТС Трубино будет другой застройщик. Администрация района провела работу, чтобы предоставить ему компенсационные участки. Это решением губернатора только. Выделяются компенсационные участки. У нас таких полномочий нет. Я встречался с коллегами и попросил их побыстрее это сделать. Тут сегодня будет устроительный час, а там дальше уже я буду знать, какие сроки компенсационные участки будут выделены для того, чтобы уже довести до дольщиков о том, что проблема их практически решена. Ирина Микеда, Валерий Жеглей, телерадиокомпания Щелково.